Полиция в Санкт-Петербурге разбирается с серией автопогромов. Неизвестные прокалывают колеса, отрывают зеркала и дворники. Практически все потерпевшие жители одного района. Незадолго до нападения каждый из них получил анонимку с требованием перечислить крупную сумму. И правоохранители, и сами автовладельцы говорят, что разыскать того, кто за этим стоит, задача очень непростая. Почему, выяснял Алексей Крепанов. Ну вот, собственно, само колесо, которое стояло. Съездивши на монтаж, начитали семь повреждений. То, что уехать далеко не получится, Константин понял по спущенному колесу. Машина стояла буквально на металлическом ободе. На лобовом стекле молодой человек обнаружил послание, которое лишь подтвердило догадки, что это не банальный дорожный прокол. Видел записку, прочитал ее содержание, где, грубо говоря, было зафиксировано требование о переводе денежной суммы на определенный номер. В противном случае мою машину разбили полностью. В анонимном письме некто предупреждал 5000 рублей за 24 часа. Иначе, цитата, ценник будет втрое выше, а ущерб глобальнее. Точно такие же угрозы с одинаковыми электронными счетами в течение двух дней получили сразу несколько петербуржцев. Причем география шантажистов сводилась к пределам небольшого района. В социальных сетях поползли слухи о дерзкой организованной группировке. Охраняемая парковка мне не помогла. Поехал по делам, остановился на обочине, вернулся через 15 минут на тебе. Стекла побиты, записка. 12 часов, тот же кошелек и ценник. В два раза выше, так как отказался платить сразу. В петербургской полиции подтвердили за сутки сразу шесть заявлений от пострадавших. Причем в двух случаях не только проколотые шины, повреждены стеклоочистители, разбиты зеркала. И хотя пользователи пишут о причинении повторного ущерба из-за неуплаты, эксперты все же советуют не спешить перечислять деньги. Не вздумайте идти на поводу преступников, потому что вы увидите, что завтра к вам придут еще раз и потребуют еще одну сумму. Эта тенденция уже примет такой массовый характер. По такому же принципу, еще до введения возможности получить дубликат, мошенники похищали автомобильные номера снова и снова, требуя выкуп у владельцев за информацию о том, где спрятан регистрационный знак. Предприимчивые граждане требовали мзду и заключей от замков, которые вешали на ручку автомобильной двери. Машина, конечно, в таком случае остается на ходу, но повреждения кузова по сторонним предметам неизбежны. Номер телефона под стеклом автомобиля – это тоже своего рода зацепка для шантажистов. Правда, дальше звонков или сообщений с угрозами в таких случаях дело не доходит. Бить фары, протыкать колеса или ломать дворники, говорят специалисты, такого не было давно. Ведь когда злоумышленников поймают, в таком случае им грозит уголовное наказание. Вы должны обязательно написать заявление в правоохранительные органы, сообщить о том, что вам угрожают расправой с вашим транспортным средством, уничтожением вашего имущества и причинением вам материального ущерба. Тем, чьи машины не застрахованы от ущерба, специалисты советуют парковаться ближе к камерам наблюдения или оборудовать авто видеорегистратором. Пока же правоохранители выясняют, кому выгодны такие шантаж и вредительства. Известно, что в Петербурге похожим способом несколько лет назад обзавестись клиентами пыталась одна из частных охраняемых парковок. Алексей Крепанов, Сергей Шилов, Павел Заленков, Ксения Угарова и Денис Торопчинов. Первый канал. Санкт-Петербург.